Здравствуйте! В студии программа «Интервью дня». Я Глеб Полянский. В Государственном художественном музее Алтайского края создали базовую кафедру Алтайского института культуры. Сегодня у нас в гостях главный научный сотрудник музея Оксана Сидорова. Здравствуйте, Оксана Владимировна! Доброе утро! Расскажите, как появилась идея создания базовой кафедры? Идея создания базовой кафедры родилась в практике. Долгие годы, практически с момента появления кафедры музееведения, мы сотрудничаем с Институтом культуры. А сотрудничество с этим учебным учреждением вообще началось десятилетиями раньше. В разное время сотрудники нашего музея преподавали в Институте культуры. Директор музея, главный хранитель, замдиректора по науке. Они участвуют в аттестационных испытаниях студентов, выпускников Института культуры. И вот уже несколько лет мы ведем значимый, интересный для студентов и для сотрудников музея, для преподавателей, это взаимное обогащение всех трех сторон, цикл тайно-музейных профессий, который позволяет ребятам на практике реализовать знания, полученные ими в учебной аудитории. Мы все знаем, все, что изучено нами в теории, на практике, иногда оказывается на 50% необходимо либо дополнять, либо не совсем действует. Вот практические знания, они большую роль в подготовке специалисты играют любого профиля. Ну вот если говорить о практике, чем предстоит заниматься студентам на базовой кафедре? Мы очень тесно работаем со студентами направления «Выставочная деятельность». И у музея несколько основных направлений работы — это хранение, это простительская работа, научно-исследовательская работа. И выставки — это один из видов публикации нашей коллекции. У нас коллекция очень большая, выставки дают возможность знакомить с ней жителей города и края. И у нас одно из самых востребованных, популярных занятий, оно посвящено как раз выставочной деятельности. Мы его в течение нескольких лет в разных формах, в разных вариантах проводим, когда мы ребятам предлагаем самостоятельно сделать экспозицию. Во-первых, отобрать работы, оформить работы, сделать экспозицию, научиться вязать музейные узлы и сделать развеску произведений. И у нас в прошлом году студентам была даже предоставлена возможность, мы выделили часть экспозиционного пространства для подготовки выставки и развески не только в рамках учебного занятия. Эта выставка какое-то время еще висела в музее, и ребята могли в дальнейшем привезти своих друзей, показать, что вот я оформила эти работы, я вязала эти узлы, я взобрался на стремянку, вешал произведения, занятие длилось около шести часов, очень запомнилось. А вот упомянули несколько раз узлы, а для непосвященного человека это что такое? Музейный узел, он имеет свою специфику. Дело в том, что произведение в процессе развески, его нужно поднимать и опускать. И если завязать намертво, это будет просто невозможно сделать. Но помимо этого, одно из самых ярких занятий, и мы впервые такое провели, это посещение фонда хранилища музея, потому что фонды музея закрыты для посещения. И студенты Института культуры стали первыми. А кто сначала прослушал теоретически вот этот курс, как хранятся музейные предметы, как осуществляется постановка их на учет и как пакуются? Поскольку мы говорим о выставках, а выставки производятся и в музее, когда предметы с одного здания на другое передаются, их нужно паковать. И мы проводим выставки в сибирских городах, в Москве, в Петербурге. Была выставка у нас в Италии не так давно, вы должны быть помните. И упаковка — это процесс очень ответственный. И вот после прослушивания теоретического курса для ребят был проведен необходимый инструктаж уже в самом фонда хранилища. И они получили возможность не только видеть, но им были предоставлены предметы вот из дополнительного фонда для самостоятельной упаковки. Они узнали, что такое миколент, не только теоретически, но и потрогали его руками. А что это такое? Это специальная бумага с бескислотной поверхностью, которая не повреждает произведение. Пупырчатая бумага, которая также содействует их сохранности. Они укладывали произведение в коробки. Они поняли на практике, чем упаковка графики отличается, как паковать графику в стекле от упаковки живописи, от упаковки предметов декоративно-прикладного искусства. Они коробки паковали в ящики и даже сами пломбировали ящики. И более того... То есть ощутили всю серьёзность процесса. Всю серьёзность, да. И когда студенты уже потом отвечали этот вопрос на экзамене, они отвечали его безошибочно. А насколько вообще до создания базовой кафедры была распространена практика сотрудничества музея с научными и образовательными организациями? Ну, с образовательными организациями мы работаем для людей, мы сотрудничаем очень тесно и очень широко. Проводим и семинары, и выступаем на собраниях директоров, заучей, разрабатываем тематические курсы для преподавателей ИЗО. Не только в рамках учебника, но у нас вот несколько раз проводились такие индивидуальные курсы в моей практике. Я сама занималась их разработкой. Это очень интересно и для ребят, и для нас. Вы ведь и сама кандидат наук, насколько я знаю. У нас многие учатся в аспирантуре, мои коллеги. Я не единственный в музее кандидат наук, Наталья Степана Царёва, зам по науке. И, собственно, музейная профессия — это постоянная учёба. Работать в музее и не учиться ежедневно, ежечасно просто невозможно. Очень большая коллекция. И каждый раз в процессе подготовки выставки мы для себя открываем что-то новое. Каждый раз это большая исследовательская работа. Готовим каталоги, структурируем нашу коллекцию, описываем для того, чтобы большая часть исследователей имела возможность составить представление о нашем собрании. Ну, то есть вот хранение и просветительская деятельность музеев, они всем очевидны, у всех на виду. А вот чуть подробнее хотелось бы узнать про исследовательскую деятельность. Исследовательская работа — это и атрибуция произведений. Когда картина поступает в музей, если художник, к счастью, на тот момент жив, мы стараемся узнать историю создания произведения, что подтолкнуло мастера к его написанию. Историю бытования работы — это тоже очень важно. Это так называемый провинанс. История создания, история бытования произведения. Какие-то вот сопутствующие этой работе данные выясняются. Если художника уже нет, к сожалению, в живых, здесь возникает необходимость работы с архивами, с собраниями других музеев, с коллегами из других музеев, длительная и разнообразная переписка, общение с кругом людей, близких художнику. Музейная работа, на мой взгляд, это одна из самых интересных профессий. Когда-то мне мама говорила, в детстве, если ты найдешь работу по душе, ты будешь счастливым человеком, я счастливый человек. Ну, когда человек на своем месте, это всегда так. А насколько вообще востребовано у современных абитуриентов вот эти направления музеологии, сохранения объектов культурного наследия? Вы знаете, вот если я буду вспоминать свои группы, когда я училась 20 лет назад, я закончила Тайский государственный институт, у нас группы были около 30-40 человек. На кафедре музееведения таких больших групп нет, до 10-15 человек. Ну, наверное, это объясняется еще и тем, что музейные сотрудники – это единичные такие специалисты, и пусть их будет немного, но выбор будущей профессии будет осознанным. Наверное, это важнее. Ну вот, время наше уже подходит потихоньку к концу. Наверное, стоит проанонсировать, какие выставки в ближайшее время запланированы в художественном музее. Ну, во-первых, я приглашаю с удовольствием на выставку «Жизнь во имя искусства». В этом году музей отмечает юбилей, и мы подготовили выставку, посвященную нашему первому искусствоведу, человеку, который стоял у истоков собрания музейного, формирования музейной коллекции Ларисы Иосифовны Снитко. Впервые за то время, пока мы находимся на Горькове, 16, мы во всех трех залах разместили выставку из фондов музея. И пришедшие сегодня к нам могут посмотреть и русское искусство, начиная с 19 века, с начала 19 века, увидеть, как оно развивалось. Могут познакомиться с первыми художниками Алтая, с нашими художниками алтайскими классиками. Такая возможность, к сожалению, у нас всего три экспозиционных зала предоставляется не так часто. Летом мы подготовили сюрприз для жителей города и края, и для туристов. У нас будет красивая выставка тувинской пластики, в том числе воспроизведение из археологических раскопок. Спасибо вам, Оксана Владимировна, за интересную беседу. От наших спонсоров сети магазинов «Фитомаркет» мы хотели вас поздравить с грядущим праздником весны и женственности, и преподнести этот букет. Большое спасибо. Удивительно красивый по цвету, напоминающий сразу весне в такую холодную снежную погоду букет. Спасибо. А я напоминаю, что в студии программы «Интервью дня» сегодня была главный научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края Оксана Сидорова. До встречи в эфире. Продолжение следует...